Запорожье, она очень старая машина и очень медленно ездит. Это чайка, на ней тоже ездило правительство Москвы и всей России. Мне нравятся четыре машины, потому что они были отличные, страшные. И еще это была машина в 16 веке. Наши верные железные кони, наши ласточки и красавицы, усталые и проржавевшие, намотавшие десятки тысяч километров от Калининграда до Владивостока, разобранные и собранные заново всем мужским населением двора. Они наши десятки с зарплаты в заначке, результаты наших утаенных от государства, леваков и плоды упорной борьбы с конкурентами по бесконечным очередям. Мы ругаем их и свозим на печальные кладбища металлолома, но все равно тоскуем по их честному несовершенству. А наши дети всерьез считают их ровесниками Ивана Грозного. Наши старые добрые автомобили. Это история о том, как мы не желали ходить пешком, и о том, что из этого вышло. Самая первая модель, я купил ее у жены своего друга, старшего товарища, когда вернулся из гастролей из Соединенных Штатов, богатым первый раз домой, вот, и купил себе. Ну, она была поддержана, ей было два или три года. Но «Жигули» – это замечательный автомобиль для знакомства с автомобилизмом, потому что он очень прост в управлении и во вслуживании. То есть, ну, большинство людей в советские времена ремонтировали «Жигули» сами. Вот. И так как я работал в театре на Таганке, а этот театр был очень модным, и все хотели туда попасть, то в результате за четыре билета на спектакль, не помню какой только, у меня управляющий торговлей Москвы, Трегубов, я помню его фамилию, подписал бумагу на получение первого, из первой тысячи я получил машину. И главное было добиться, чтобы она еще была белая, с красными сиденьями. Это вообще, ну, это вообще. Ты был главный человек в городе. Тогда машина – это роскошь была, а не средство передвижения. Поэтому я выиграл звание чемпиона мира, и по разнарядке спорткомитета были выделены машины. Там две «Волги», там три «Жигули», пять «Москвичей». Вот мне досталось «Жигули». То, что я хотел. Это была «Волга», 21-я «Волга», моего отца. Как тогда покупались машины, он стоял несколько лет в очереди, отмечался, ждал, значит, открытки, наконец, открытка пришла. Но он уже, когда она к нему пришла, ему уже было трудно водить машину. И поэтому мы с ним ее забрали, и он отдал ее мне, и я по доверенности на этой 21-й «Волге» ездил. Улицы послевоенных городов были чисты и изумительно пустынны. Редкие автомобили особенно удивляли пеший народ легковушки. С достоинством плыли по центральным проспектам. Как правило, в них сидели прославленные герои войны, всенародно любимые артисты, или вызывающие у простых людей священный ужас, самое высокое начальство. Это царь-автомобиль. Вы в Кремле были? Царь-пушку видели? Царь-колокол видели? А царь-автомобиль стоит в Лумаковском музее, в Люблиново, в Москве. Самый главный русский автомобиль – это ЗИ-110 зеленого цвета, выпущенный в единственном экземпляре в 1949 году. Зеленого цвета его выпустили по приказу Иосифа Сталина, Джугашвили. А в газете «Правда» была опубликована заметка, что в Кремле Сталин вместе с орденом за заслуги Русской Православной Церкви в разгроме немецко-фашистских захватчиков вручил вот этот автомобиль патриарху Московскому СССР Алексию Первому тогда. Историки склоняются к тому, что на самом деле Сталин грехи замаливал. Война приучила население к бесконечной самоотдаче. Все для фронта, все для победы. Частный, используемый для своих глубоко индивидуальных нужд транспорт, все еще был в диковинку. Всю войну и военные, и гражданские ездили на грузовиках, и, конечно, общественным транспортом, чаще всего трамваем. Припаркованная у Астурии или военторга легковушка собирала толпы восторженных мальчишек, каждый из которых мечтал хоть минутку посидеть на водительском сидении за рулем. Ну а заполучить в собственность шикарную машину отечественного производства никто и не мечтал. Это было привилегией избранных. Мало кто знал, что еще в счастливые довоенные годы в планах у Сталина был выпуск массового автомобиля для всех желающих. Предполагалось, что таким автомобилем станет КИМ-1050, который начали выпускать в 40-м году до войны. Но этим планом помешала война в первую очередь. Иначе первым автомобилем, который покупало бы советское население без, скажем, ограничений, это был бы до войны еще КИМ-1050. Другое дело, что до войны это было немножко сложнее, то есть, чтобы купить автомобиль, нужно было иметь определенные не рекомендации даже, а покупались они через письма, которые направлялись в Центральный комитет партии с обоснованием, что этот автомобиль нужен. Скажем, такие письма писали видные советские артисты. Кому-то автомобиль давался за заслуги перед Отечеством, скажем, таким людям, как Стаханов, или ведущимся летчикам, там, Громов, Чкалов. То есть, многие автомобили, ну, очень много людей получило автомобили в подарок. Советский автомобиль для всех в 40-е не состоялся. Зато у населения появилась возможность обзавестись иномарками. Часть качественных зарубежных автомобилей оказалась в Союзе по Ленд-Лизу. Часть, оставшиеся в живых и дошедшие до Берлина офицеры, привезли счастливым семьям в качестве трофея. В 46-й по 49-й год на дорогах страны забегло множество не просто хороших, но уникальных иностранных авто. Страна, наконец-то, села за руль личных автомобилей. Она это заслужила. Я сейчас взял меня буквально за несколько дней до войны в Минск, и там я увидел машину, командующую Белорусским округом. По-моему, Павлов, генерал Павлов такой был, значит. Ну, у него была Татра, правда, предыдущая модель от этого, но мне очень понравилось. Как война закончилась, значит, или уже в конце войны, очень много машин привозили, тысячами машин в Москву, значит. И, в общем-то, позвонил мне начальник хозяйственного управления госбезопасности, он у отца работал, говорит, хочешь, поедем, посмотрим, привезли новые машины. Ну, поехали бы, я посмотрел эту машину, все, я говорю, эта машина мне очень нравится, давайте ее везите на дачу. Она попала ко мне, отец говорит, зачем у тебя есть машина, все, ну, в итоге мать и я его уговорили, отдали, там были у меня другие машины, все отдали, значит, и осталась у меня вот эта машина. И вот с 45-го года я практически, я все время на ней езжу. За 60 с лишним лет уникальная трехглазая Татра ни разу не побывала в аварии или ремонте, не заболела коррозией и не доставила хозяина сколько-нибудь серьезных неприятностей. Все 60 лет Меркулов терпеливо сносит любопытство сограждан и отвечает на их вопросы. С годами внимания не только не убавляется, но становится все больше. В Крыму мы остановились на берегу моря, там ходили пограничники, значит, спрашивают тоже, ах, ох, и так далее. Потом один заглянул снизу, а если посмотреть здесь снизу, ну, это снять, наверное, это трудно, совершенно ровно и поверх, ничего здесь не выступает, значит. Он говорит, почему такая странная машина? И со мной был один приятель, говорит, она плавает. И, значит, мы ночуем и смотрим, все время вокруг нас ходит пограничник. Значит, что такое, думаю, нас охраняют вроде. Утром спросили, говорит, командир приказал, чтобы я посмотрел, чтобы вы не уплыли в Турцию. 70-летняя трехглазка сейчас стоит столько же, сколько новой Мазерати. Но верный пенсионер Меркулов ее никому не продаст. Друзей же не продают. Есть такая машина «Победа». Ее назвали машину «В честь Победы». Первая советская легковая машина для частников давно уже стала легендой отечественного автопрома. Современные скептики считают Победу плохой копией сразу нескольких хитовых послевоенных моделей западных автомобилей. Но это не так. Конструкторский коллектив под руководством Липгарта начал разработки еще во время войны. По тем временам Победа была машиной уникальной и конструктивно опережала западные аналоги. Вот только с постановкой на поток у нас были сложности. Машиностроительная индустрия за годы войны, полностью переориентированная на производство для фронтовых нужд, не справлялась с задачей. Потом это станет традицией. Автомобилей будет катастрофически не хватать еще лет 40. На каждый автомобиль могло быть несколько проектов названия и прочее. То есть один из вариантов автомобиля это была Родина. Один из вариантов была Победа. Сталин мог спросить сколько стоит Родина. Сколько будет стоить Родина в магазине. И сама постановка вопроса такая была крамольная в то время. И добавляет о том, что сколько стоит Победа, Сталин знал. Но это уже нынешняя точка зрения на этот вопрос скорее. То есть в то время это немножко по-другому воспринималось. И немножко другая мотивация была. Изысканная Победа стоила примерно столько же, сколько рядовой советский инженер зарабатывал за год. Дефицита на ней не было. Заходи в магазин, выбирай и гони к дому. Вот только желающих было немного. Страна жила в Прогладь. Еще были в ходу продовольственные карточки. Поэтому Победы забегали по дорогам СССР в качестве служебных и спецавтомобилей. В конце 40-х, в середине 50-х такси означала Победа. Милиция Победа, скорая помощь и санитарная машина Победа. И вот открылся первый московский автомобильный магазин. В демонстрационном зале магазина квалифицированные продавцы и инженеры-консультанты знакомят покупателей с особенностями автомобилей «Москвич» и «Победа». Хотя все они как будто одинаковые, нелегкое все-таки дело выбрать машину по вкусу. Ее называли по-разному. То «Офель» поделил, то «Москвич». «Москвич» и «Москвич». Это был честный «Москвич». «Москвич» это означает «машина России». В конце 40-х, немногочисленные советские автолюбители впервые увидели легендарный «Москвич». Йоркую и экономичную малолитражку, которая спустя полтора десятилетия станет самой вожделенной вещью для миллионов. Наладим серийное производство советских автомобилей! Железный конь идет на смену крестьянской лошадке! Выпускались эти небольшие автомобильчики на заводе имени Коммунистического интернационала молодежи, сокращенной КИМ. В 30-е годы завод имени КИМ собрал единичные «Форды». Потом недолго был филиалом горьковского автозавода, а в 39-м стал самостоятельным производством. Довоенный план Сталина – снабдить население личным автотранспортом – должно было реализовать именно это предприятие. Первый народный автомобиль 47-го года – «Москвич 400» – был абсолютной копией вражеского немецкого «Опеля» «Кадет К-30». А премию куда денешь? На полагающиеся мне по закону премии я, по совету друзей, решил приобрести автомашину «Москвич». Ха-ха-ха! Новая модель! Первые советские малолитражки. Какие машины? Они весят всего 800 килограммов и требуют лишь 8 литров горючего на 100 километров. Уже в этом году завод КИМ выпустит 2400 таких машин. Скоро тысячи малолитражек появятся на дорогах страны, и, наверное, многие из находящихся зрителям в зале будут сидеть за рулем такой машины. Десять лет спустя завод разродился первой моделью собственной разработки. Все дальнейшие модели были усовершенствованным продолжением знаменитого «Москвича-402». Завод заработал на больших оборотах. Стремительно мчатся участники авторалии по дорогам Турции. Афганистан. Немало сюрпризов для автогонщиков таилось на его горных дорогах. Наши москвичи упорно шли вперед. Это «Запорожец». Легковая машина. Она очень старинная сейчас. Ее сейчас не продают и очень редко ее увидишь. Очень старая, и она может быстро сломаться. У «Москвича» и «Волги» появился соперник – «Запорожец». На заводе «Коммунар» начался серийный выпуск машин новой марки. Мощность мотора – 23 лошадиных силы. Багажник расположен в передней части кузова. Четырехместный автомобиль очень прост в управлении. Любой знает, хочешь смешно пошутить на автомобильную тему, помяни не злым тихим словом «Запорожец». Несчастный «Запорожец» или еще того хуже «Запор» в нашем сознании давно превратился в синоним всего самого ненадежного, хлипкого, некрасивого и жалкого. Как сказали во время перестройки «Безнадежный совок». О, концернная банка системы «Запорожец». Новая марка. Старье. Первый ЗАЗ-965 был даже немало, а микролитражкой. Шесть с половиной литров бензина на 100 километров. Правда, гонять на ЗАЗе было совершенно невозможно. Горбатый не мог бегать быстрее 90 километров в час. Эта машина была построена в 98-м году, срок окончания, 99-й, где-то так. И задумывалась как самый быстрый и самый экстремальный дорожный аппарат на то время фактически. То есть это легкий, маленький и очень мощный автомобиль. В начале 60-х такой экземпляр воспринимался бы как космический аппарат, заблудившийся на просторах одной шестой суши инопланетян. Стоимость такого запора с начинкой – 40 тысяч долларов, что сравнимо уже с ценами на новые Мазды или Форды. В 60-е личный автотранспорт уже не удивлял и не вызывал приступов неконтролируемой острой зависти. Его смело эксплуатировали в самых разных жизненных обстоятельствах. На волне массового вовлечения туризмом родился новый феномен – советский автотуризм. Страна была огромной, в Советском Союзе была масса интересных мест, куда долго и скучно ехать поездом, дорого и страшно самолетом, ну а оленями как-то не с руки. Тысячи автовладельцев копили свои, отпуская отгулы, чтобы провести свободное время за рулем любимого железного коня. Неологизм 60-х – отдых дикарем. Это означало, путевки в пансионат или дома отдыха не достали, и едем к море на машине. Жить будем в ней же, в палатке или сарайчике участника. Тогда же не было гостиниц, ни черта этого не было. Потом, если вы ехали с девушкой, вы не могли нигде с ней становиться вместе. Ну, это же, если у вас разные фамилии в паспортах, вы не могли жить в одном… Ну, что это бесконечное? Поснимали где-то комнату. На самом деле, это тоже была такая веселая, такая прикольная жизнь, что было все. И полное чувство, что сегодня такой, значит, мир, как бы, сильно подвинутый в области секса. Я думаю, что в пансионатской власти секса было больше, чем сейчас. Потому что он был сильно сжат. Машина, конечно. Но она была, кстати, не очень удобна для этого. Волга была значительно удобнее. Там раскладывались сиденья. Но справлялись как-то, мучились, но справлялись. В популярном фильме 60-х комедии «Три плюс два» вполне обычные парни интеллигентных профессий, дипломат, физик и врач-ветеринар, едут в отпуск на юг дикарем. Разумеется, потому что они романтики. Разумеется, их не прельщает респектабельный лежачий отдых с диет-питанием и санаторной книжкой в кармане полосатой пижамы. Разумеется, они молоды, полны здорового авантюризма и жажды приключений. И, разумеется, они едут на новенькой Волге «Газ-21» с серебристым оленем на капоте. Что происходит? Куда мы едем? Стой, стой, останови машину, что ты делаешь? Ты что, с ума зашел? Неужели тебе не стыдно, а? Бессовестный ты человек. Что такое? У тебя сколько лошадиных семей, а? В машине 75. А у Зои? В Запорожце? 25. 18. Маленький, беззащитный, стоит на самом ветру, на солнцепе, отряхнулся, в то время как твоя, извини за выражение, Волга. Вот есть такие машины, образ этой машины. Называется она... Нет. ...Волга. Она была создана для людей, которые сейчас на этой машине ездят. За этой машиной уже стоят на улице, и у них уже сдувается колесо. Чудо советского автопрома, легендарная Волга, о ней грезили все советские автолюбители. От младшего научного сотрудника до директора плода овощной базы. Эта машина стала промежуточным звеном эволюции между простоватыми москвичами и незапорожцами и небожителями правительственного класса, о которых не то что мечтать, говорить обыденным тоном, как о предмете быта, было не принято. За первый полет космонавт получал от правительства автомобиль. И можно было получить его прямо в Москве. Но мы с Юрой Романенко поехали мы прямо в Горький. Значит, действительно для нас отобраны две машины, беленькие. И там даже такая бирочка, когда, видимо, шла по конвейеру, на каждой из них наклейка. Машина для космонавтов. Получаем мы новенькие, вымытые Волги. И к ним нам выносят трос. Ржавый и наполовину рваный. Мы говорим, а трос-то зачем? А вот если, говорит, один из вас не доедет 400 километров по асфальту до Москвы, то другой его затянет тросом. Почти сразу с момента своего появления Волга стала недосягаемым фетишем, деталью образа национального героя, номенклатурного деятеля, крупного хозяйственника, высокопоставленного торговца и спекулянта, теневика и вора. Весь теневой автомобильный бизнес крутился вокруг московского рынка Южный Порт. Вокруг рынка вертелось огромное количество барыг, всяких темных личностей бесконечное количество. Самые такие колоритные были, конечно, гости за Кавказе, в этих своих огромных аэродромах, в рубашках застегнутых до суда, но в пиджаках. Вот они приходили в сапогах, брюки заправлены в сапоги, и вот они приходили еще со своими баулами, соседями, прямо с вокзала откуда-то или с аэропорта, я не знаю. И очень интересные такие сцены разыгрывались, вот они там. И у них всегда было огромное количество денег. Как потом я с одним парнем разговаривал, обычно это собирала огромная семья, а иногда и родственники, или улица, или деревня собирали там несколько человек, поезжая, значит, в Москву купи автомобиль. И вот они покупали, потому что, видимо, талоны до республик практически вообще не доходили. И как бы вот большое, самое большое количество машин легче всего было купить все-таки в Москве. И вот они сюда приезжали, покупали, эти вот люди из южных республик здесь вот. Вам говорили, что вот есть такой покупатель. Вы с ним встречались, но вы должны были понять, что это такое. Потому как он себя вел, что он делал. Вы начинали понимать, что у вас постепенно подводят кидания. Но самое трудное было уйти от этого момента, потому что в какой-то момент он делался агрессивным и мог просто отнять у вас машину. Потому что у него, ну просто у этого человека я видел, что у него с тобой был пистолет. Вот. Я сказал, что я сейчас приеду, просто возьму еще для него масло, еще что-то. И я уехал. И таким образом он расслабился. И понял, что я его обманываю. И побежал за мной. Но уже было поздно. Фильм Эльдара Рязанова «Берегись в автомобиле» был уникальным явлением советского кинематографа. Одним из главных действующих лес комедии была машина. Та самая желанная 21-я Волга со стремительным оленем на носу. Весь сюжет вращался вокруг Волги. Ее покупали, воровали, продавали, искали к ней гараж, взламывали. Они уходили от погони, они думали и за нее были готовы отдать состояние. У нас была единственная одна машина, вот эта Волга. Причем она участвовала и в трюках, она участвовала и в том, что она съемочную группу возила, нас на съемку возила. И потом, знаете, что в те далекие кинематографические времена не существовало еще всяких операторских приспособлений. Поэтому машина эта, Волга, как бы игровая, она была и операторской машиной. Потому что чего мы только на нее не цепляли, чего мы из аппаратуры на нее не одевали. Этот уникальный автораритет «Жив до сих пор» Волга, в которой снимали Смоктуновский и Миронов, мирно стоит в музее Масфильма. И она до сих пор на ходу. Сколько на ней трюков не делала, ни одной царапины, ничего. Просто она в идеальном состоянии была, работала просто сказочно. Поэтому я считаю, что наша Волгочка с оленем, она тоже является одним из героев картины «Берегись автомобиля». Поэтому я ее очень люблю. И часто о ней думаю и вспоминаю, как вот о женщине, но женщина, которая ничего мне не говорит, она молча меня слушает и выполняли все наши задания, которые были. И уж совсем невероятными на улицах советских городов эпохи раннего застоя выглядели машины иностранного производства. О, а вот и крокодил явился. Первые импортные автомобили покупались через управление по делам дипломатического корпуса Министерства иностранных дел СССР. Иномарки были настоящим чудом, редким счастливым событием. Вокруг припаркованного зарубежного автомобиля неизменно собиралась толпа любопытных. В 1976 году на Кубке Канады я получил приз как лучшего игрока «Тойоту». Я первый русский, ну как советский хоккеист, который ездил на иностранных машинах. В Москве в Союз ездили только дипломаты, послы. Ну и тот, кто имел возможность, там на талоны, специальные талоны давались, кто за границей работал. Тот могли купить березки машину. Вот, а мне подарили ее, вот, как лучшему братарю. И мне привезли ее в Москву на самолете, я на ней ездил. Это была, конечно, уникальная машина, потому что все меня знали, желтого цвета, спортивная. Я получал колоссальное удовольствие от ней. Машина нравилась. Особенно, когда ты останавливаешься где-нибудь там у ГУМа или в большом скоплении людей. Все подходят. Она, потому что черные стекла были, не видно было, что внутренно красивая была. И все смотрели, залезали туда. Прямо я к машине, я говорю, можно к машине подойти? Даже к машине нельзя было подойти, где бы я ее не останавливал. Все им интересно было ее посмотреть. Он меня однажды разыграл, вот на этом сером, на 107-м Мерседесе. Ему нравилось, когда машины хвалили, а я в машинах ничего не понимал. И он говорит, вот смотри, вот какие-то показывают мне опции, приколы. А я так, ну да, ну да, ну да. И, значит, мы едем по набережной к Масфильму. И он разогнался, я смотрю, руль отпустил и полез что-то сзади. Я ему говорю, ты что делаешь, на дорогу смотри. Он говорит, так я тебе говорю, это супермашина, говорят, у нее автопилот. И, говорит, все будет нормально. Я поверил. В 90-м году, по-моему, я первый раз выехал вот за такую нормальную границу. Приехал в Германию. И что-то разговор пошел о машинах. Я говорю, а моего отца была машина с автопилотом. И я только тут, вот в 90-м году, они говорят, ну ты что, с ума сошел? Ну такого нету, такого никто не делает, это никому не нужно. Вот, то есть он меня разыграл, я только вот спустя там лет 12, после этого, вот, я узнал, что не бывает автопилота. В стране победившего социализма было как-то не принято выделяться. Роскошные иномарки казались угрюмым соседям ненужной демонстрацией благополучия или статуса. Владение импортным автомобилем было не меньшей проблемой, чем его покупка. Космонавт Леонов скупил, когда-то первый среди космонавтов, он купил Форд. Он посадил меня в эту машину, чуть тронул газ, и в полочтение, что или в самолете, или в ракете, тебя вжимает в кресло, и она набирает скорость. Вызвали, по-моему, на портком, и сказали, что советский космонавт не должен ездить на иностранной машине. Заставили его продать машину с кровавыми, ну, может, не скажем, но со слезами. А, по-моему, через некоторое время такие машины купили все руководители. У меня был друг в итальянском посольстве, механик, потому что он мне помогал с запчастями. Очень такой был веселый парень, красавец. Все девушки здесь были от него в полном восторге. Тогда была мода на иностранца. У него были голубые глаза, черные волосы, мачо такой был, небольшого роста. И он, зная, вот мы с ним абсолютно были два человека из одного клана, он понимал, что я понимаю его в автомобилях, знаю, что это такое, и очень ценю итальянскую машину. Он мне сказал, ты хочешь Феррари? Я говорю, я, Феррари, ну как мечтать? Они привезли сюда Феррари, которая принадлежала заводу, этой Феррари Дина. Здесь застраховали его в инкустрахе, и на Садовом кольце подъехали и ударили его в грузовик. Грузовик чуть не сажил с ума. Водитель, когда видел, что его вбок въезжает, в колесо въезжает Феррари. Ударили его там крылом и радиатором. И отдали его в комиссионный магазин. А уж моя задача была, как его оттуда и его оттуда получить. Я ее забрал. Но эта машина такая, которая два дня ездила, два дня чинилась. Это сложнейший был автомобиль, с которым здесь было, конечно, невозможно. Никаких запчастей, ничего нет. А если из-за границы привозить, тогда никаких денег у него у кого не было. Это была дикая проблема. Но все-таки как-то я с ней прожил несколько лет, но больше она стояла, чем ездила. С Тойотой были проблемы, в каком плане, что там компьютер уже стоял в 1976 году. И если что-то выходило из строя, то никто не мог починить. Никто. Поэтому надо было на УПДК допроситься, управление дипломатическим корпусом. Там есть технические обслуживания, там они ее... И то там не было всех приспособлено. В общем, проблемы были. Ну, ах, слава богу, надежная машина была. Но все равно ломалась. Вот, после двух-трех лет. Мне там даже КБ одно, конструкторское, там, восстанавливали мне компьютеры. Почти неделю. Но докопались и сделали. Владельцы иностранных автомобилей составляли отдельную привилегированную касту. Это была белая кость советской аристократии. Всем прочим, только оставалось, что надеяться на чудо или ждать милости от неторопливого отечественного автопрома. И вот в юбилейном ленинском 70-м году партия и правительство вместе с тольяттинским автомобильным гигантом-заводом ВАЗ сделали своему народу роскошный подарок. Это были «Жигули» первой модели, легендарная «Копейка», всенародный любимый автомобиль, породивший новую культуру досуга, тысячи анекдотов и навсегда вошедший в советский пласт культуры нашей страны. На главном конвейере идет массовая сборка малолитражных автомашин «Жигули». В их конструкции удачно использованы прогрессивные решения, известные в мировой практике автомобилестроения. ВАЗ-2101 стал родоначальником всех классических автомобилей Волжского завода. Конечно, эта модель не была собственной разработкой тольяттинских конструкторов. За крупный контракт с советским государством боролись сразу несколько иностранных автомобильных концернов. В утверждении базовые модели принимали участие члены ЦК КПСС и, как тогда говорили лично, Леонид Ильич Брежнев. Каким-то образом, да, итальянцам удалось убедить Леонида Ильича, насколько я знаю. То ли они там подарили ему какие-то машины, то ли его где-то как-то встретили. В общем, предприняли какие-то ходы, насколько я знаю. И, собственно говоря, предпочтение в итоге после... Ну, естественно, не он один решал. То есть, естественно, это была очень серьезная задача, которая стояла тогда перед партией, перед ЦК. В общем, они решили в пользу «Фиата». В принципе, автомобиль этого весьма достойный был. Желающих приобрести относительно недорогую, 5,5 тысяч рублей, и надежную даже по европейским меркам машину сразу образовалось столько, что стало понятно, удовлетворить спрос не удастся еще очень долго. Так советский народ получил еще одну недосягаемую прекрасную мечту о новенькой сверкающей копейке. Купить машину – это была целая история. Я служил на Мосфильме, моя жена служила на Мосфильме, мы стояли в очереди за этими машинами. И партийная организация распределяла эти машины достойно, как бы в первую очередь. Потом шла вторая очередь, третья. Это была целая история. Поэтому я помню, что я записался на машину, а получил ее только года через три или через четыре. И с таким вдохновением мы поехали получать эту машину на Варшавку. Приехали туда, по дороге, говорили, ну интересно, какого бы цвета взять, или красненькую, или желтенькую, решали какие-то вопросы. А когда туда приехали, сказали, значит так, товарищи, кто хочет сегодня получать машины, кто по спискам идет, сегодня и в течение месяца будут только зеленые. Очередь на покупку «Жигулей» растягивалась на годы. И тут все зависело от везения и умения договариваться. Поэтому счастливый обладатель «Копейки» чаще всего был человеком элиты. Торговым работником, начальником, человеком престижной творческой профессии, артистом, кинорежиссером. На «Мосфильм», к примеру, регулярно присылали большие партии дефицитных вазов. У киношников практически всегда была возможность приобрести заветную машину. Я только пришел, тут распределяли машины и так много дали на «Мосфильм», что даже их не реализовали. Так вот, я бы купил, но у меня интереса тогда не было. Да и денег не было. Так что я должен сказать, что кинематографисты, они напрасно жалуются. В принципе, у кинематографистов была всегда возможность приобрести машину достаточно. Ну, не так уж сложно. Потому что союз кинематографистов, были квоты, «Мосфильм» давали. Я хорошо помню, я помню этот момент, там на «Мосфильм» дали, что 300 «Жигулей», так их не смогли здесь реализовать. То есть они не все ушли. Владение супермодным авто делало людей как бы членами одного элитарного клуба по интересам. Широкое распространение в народе копейки породило новую форму мужского досуга. Бесцельная выпивка, домино и обсуждение газетных передовиц надолго уступило место гаражным развлечениям. Это целый клуб был, когда мужики выходили во двор, уходили от семьи, от своих жен, от доставших их детей, лежали под машинами, вместе ремонтировали одну машину, потом в гараже же выпивали. Там была у каждого всегда заначка, такой была такая, как бы, клуб такой по интересам. Все разговоры вокруг машины и все там тризада торчали из одного капота. В общем, это такая была жизнь, да. И украшательство машины, конечно, украшательство. Я туда приезжал, и у нас такой гараж кинематографический, поэтому я встречал своих друзей, там, там, Володю Марона, там, директора картины, с которым я работал много, еще каких-то людей, кинематографистов. Мы там трепались, разговаривали. Кому не уезжать был, мы немножечко выпивали, там, обсуждали чего-то. Это какое-то отдушина, конечно, отдушина. Для многих мужиков гараж – это отдушина, где можно немножко расслабиться, немножко отвлечься, немножко поговорить про машины, про женщин, ну и вообще про жизнь. Несмотря на принципиальный прорыв в автомобилестроении, «Жигули» все равно были крайне несовершенны. Детали были неплохие, но качество сборки просто поражало воображение. Каждый автовладелец поневоле становился механиком, автослесарем, инженером и даже дизайнером. Хорошим тоном считалось ремонтировать машину самому, не прибегая к услугам профессионалов. Тем более, что найти хорошего автослесаря было так же сложно, как и нормального стоматолога. Вы знаете, у нас заедает правый поворот. Поглядим. Да, а при переключении скорости такой звук, такой тук-тук-тук. Послушаем. Еще, вы знаете, у нас перегревается правое переднее колесо. Пощупаем. Да, а позавчера весь день в машине пахло бензином. Понюхаем. Я помню, сосед по гаражу, дядя Дима, был такой сварщик, он купил для своего 407-го москвича, купил новый двигатель в магазине. Старенький двигатель. А это помощнее, ну, подходящий к этому москвичу поставить. И было просто правило перебирать. Просто разбираешь новый двигатель, полностью все смотришь, меряешь, затягиваешь, утягиваешь, подтачиваешь, вывешиваешь и так далее. Тогда двигатель очень долго ходит, потому что, ну, как бы вот, было очень качественное, скажем, там, коленчатые валы, там вот за этим следили. Потому что, как правило, двигатели и еще много всяких запчастей, они имели двойное военное назначение. Для многих автолюбителей 70-х привычка разбираться в тонкостях автомобильного железа превратилась в профессию и даже в образ жизни. Михаил Красинец за 30 лет собрал и отреставрировал более 300 автомобилей. Современная техника меня мало забавляет, потому что она не связана с моей частью жизни. Вот там, допустим, какие-то навороченные там сегодняшние иномарки, в которых я просто не разбираюсь. Я вижу, на ней написано «Ситроен». Значит, «Ситроен». Если на ней будет написана какая-то другая марка, я буду знать, что это другая. Я не слежу сейчас, сегодня, что там, как происходит. Конечно, нет, я, естественно, не совсем в этом деле, так сказать, профан, но тем не менее. Вот это эпоха. Я знаю, что вот у меня с ней связано то-то и то-то. Скажем, с «Волгой ГАЗ-22Д» медицинской, вот меня везли в Боткинскую больницу, когда у меня было ровно 6 лет, или нет, 7 лет от рода. Я заболел с золотухой, меня на ней везли. Я знаю, что я на ней, с ней соприкасался по жизни. Автомобиль советского периода это всегда максимум вложенных в него сил и средств владельца. Мало разобрать и собрать заново двигатель, заменить тормозные колодки и усовершенствовать технические характеристики машины. Важно было сделать своего железного коня не похожим на другие. В 70-е годы новым феноменом советской жизни стало увлечение тюнингом. Автомобилей. Дизайн копеек, москвичей, газов выглядел наивно и по нынешним временам даже жутко. Но это была целая область культуры быта, как сказали бы партийные чиновники 30-летней давности. Чем хуже машина, тем больше ее украшал автолюбитель. Вот какие-нибудь раздолбанные, проржавевшие жигули, они зато внутри, там могут быть бархатные подушечки, сверху могут висеть все эти самые бахрома, срезанные со старого ковра. Все обито плюшем. И ручка, вот это вот переключение скоростей в виде розочки, вот, а также фотографии девушек. В общем, это практически то же самое, что наколки на теле, то и украшения внутри. Это понятно, когда это делают дальнобойщики, потому что они надолго отрываются от семьи, им хочется превратить кабину, своя машина в такую приближенную, в домашнюю, да. Но иногда вот всякие такие умельцы, умельцы, они доводят машину до такого искусства, приближающегося к идиотизму. Фары, да, заливалась тормозная жидкость. То есть тормозная жидкость была красного цвета. И половина фар, половина фар были красной. И когда машина двигалась, жидкость там переливалась, вот это вот своеобразный тюнинг. Если машина нуждается в украшении, значит, это плохая машина. Машина должна быть сама по себе хороша, понимаете? То же самое вот. Вы сами понимаете, что если, ну, скажем так, не будем трогать женщин, если мужчина, значит, нуждается в украшениях, в запонках, бриллиандах или там еще там, в каких-то, тем более некоторые еще чуть ли не женские, какие-то ковшики одевают, то это уже не мужчина. Жигули на два десятилетия опередили автомобильную моду в СССР. Модели менялись, появлялись технические новшества, салоны становились удобнее, скорости выше, кузов менял конфигурацию, но все равно Жигули оставались все теми же Жигулями. Жуткое качество наших машин, оно началось позже. оно началось, когда вот стали, попытались на этом оборудовании, особо не вкладывая деньги, на этой же ветке конвейерной, и как бы те же самые подрядчики, чуть-чуть там что-то добавили, каких-то импортных деталей, вот начали переходить на десятку, когда стали делать вещи, которых не делали раньше. Какую машину мы не сделали, все равно мы ее не доделаем до конца, к сожалению, но ничего не можем сделать, вот не можем мы машины, ракеты делаем, там, хоккей играем, есть, а вот машины, ну, не наши, не надо, наверное, и делать. Причина? Нет технологий, мы все цепляемся за старые, двигатели, это ничего нового не предлагаем, к сожалению. Все изменилось во времена перестройки, огромное количество импортных автомобилей наводнило по-прежнему ужасные дороги страны. Бизнес в то время вообще вели довольно варварскими способами, но особенно диким он был в области автомобильной. Иномарки гнали через западные границы Советского Союза, в основном из Польши и Германии. Добрая часть их числилась в угоне, перегонщиков на пустынных трассах грабили, а зачастую просто убивали. На перепродажах импортного гнилья делались немыслимые состояния. Но люди наконец-то получили возможность покупать автомобиль тогда, когда им позволяют средства и желания, а не тогда, когда разрешит правком или закончится бесконечная тоскливая очередь. Наверное, лет через 20, и на сегодняшний день мы посмотрим, как на старенький Запорожец, давно забытый хозяином во дворе. Времена меняются, меняются запросы. Улицы бывших советских городов, особенно столиц, до отказа забиты машинами всех мыслимых и немыслимых модификаций и разновидностей. И все реже и реже среди них мелькают маленькие москвичонки или смешные копейки. Нет больше мечты и грезы, есть цепь прозаических событий. Скопил денег, выворил, купил, бесконечно торчишь в пробках, наслаждаясь разве что возможностью, чаще теоретической, индивидуального передвижения в пространстве. Но вальяжный господин, выседающий за рулем лимонного цвета Мазерати, цены в полмиллиона долларов, вряд ли почувствует себя счастливее, чем инженер заштатного НИИ, бережно протирающий зеркало своего драгоценного запорожеца. Субтитры создавал DimaTorzok